нормально наконец настроился технику тут на грани фантастики звука не было появился все нормально хорошо понимаю из америки украина да почему я тут американский значок высветился уже присадились к америке до 50 какой третий 1 1 вся первый первый я не знаю точно окей будем считать лучше всеми что я профессиональный микрофон имеешь ввиду микрофон давайте простики я хочу другой поменять я не устраивает они простой самый простой откуда ты с украины говорю нет там украина большая это же не один город под назвать украина а я понял ты хочешь из какого из какой области на город какой область но не об этом может не говорить конечно я не знаю муж на стал запрещает за то что вы там распространяется за что но вдруг выходить секреты выдаёте откуда знаю там я вот в центре рождения из киева понятно я вот из центра россии живу из центра российской империи новосибирске в новониколаевске так уж и центр да ну когда-то был центр российской империи центр ссср сейчас к сожалению центра немного съехал на 300 километров севернее географический да да географически вот если бы украина не отсоединилась бы от россии то все нормально ты страдаешь да по этому поводу что не точно в центре да да конечно это вот надо ты хочешь именно чтоб точно было почему нет я вообще мечтаю чтобы россия присоединилась к украине как говорится и все жили всем миром и все хорошо было россия присоединилась украине или украина да какая разница я бы за то чтобы россия присоединилась крайне тоже нормальный вариант ну я боюсь найдется очень много противников твоей идеи у нас тут из 140 миллионов я думаю 139 миллионов будет все точно за за что ну чтоб присоединились на украине украине да хочу такую братский славянский народ чем и как ты себе это то есть будет столица в киеве да ну да перед как вы будете перенесем столицу скажем в киев древнюю столицу руси там почему бы и вся российская федерация будет как бы такой большой области украины да ну как себе это просто опять выберем путина понимаешь смысле путина у меня ваш путин как-то не нужен зачем мне ваш если 139 миллионов проголосует за путина и 40 миллионов против путина тут как ты понимаешь кто бы правительство нового образования такого я но если мы вас будем присоединять то мы уже вас спрашивать не будем понимаешь а вот этот интересный момент почему-то вы не будете нас спрашивать я тут вас зависит от того кто кого будет присоединять если мы вас будем присоединять то извини ну как же туда демократических основах демократических основах ну да демократы там европу стремитесь я так понимаю куда-то в европейский шлях ты знаешь я не уверен что это вообще когда либо возможно так что мы можем с тобой конечно рассуждать об этом нож это так в общем извис полничными три месяца можете так туда-сюда гонять многие пользуются этим да вам об этом только мечтать мечтаете меня такое ощущение что вы не мечтаете об этом вам оно не нужно нам если нужно то мы поехали оформили и визу куда надо а если на которую безвизово связываться кому же хоть куда поехать да вот честно признаюсь за границу давно никогда ездил ездим году целиком было когда ездил на кипр съездили а кипра по туристическим взяли это сам курортным взяли там две недели отдыха и сгоняли туда-сюда а я вот почувствовал вот самом начале такой нотки какой грусти по совку да ты вот хочешь снова советского союза на ну ты знаешь я скажу нотки империалистические такие имперские я сказал они у всех есть и у меня в том числе когда от союза спадался мне бы как-то знаешь вот было не по себе думали жили все вместе и чё и сейчас будем все поделиться думаю ну ладно посмотрим что из этого будет как говорится вот что я думаю у вас тоже эти имперские нотки есть то есть вы же тоже как мини империя там столько своего рода так она поподробнее ну как украина же как не унитарное государство сколько у вас национальности проживает нет и это что-то путаешь не унитарность это организация государства количество народов проживающих на территории от этого никак не не коррелирует с этим а есть разделение тоже по областям скажем да но это все равно не означает что там есть какие-то конституции свое законодательство или какие-то главы субъектов ну это не так как у вас в крыму была автономия общем-то было 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 да что-то тормозит так что так что куда взоры нашей империи простираются мне просто интересно взгляд имперца на страну украину я так думаю что взоры ваших имперцев распространяются на россию и на россии конечно я на какую часть россии распространяются взоры украинских имперцев ну я и говорю именно про имперцев понимаешь они про националистов которые мысли как говорится мелко им бы дать там кубань присоединить еще какие-нибудь области от россии там вот а я я интересов которые стиле советский союз понимаешь им мало не надо немного подавать подавай весь советский союз полностью потому что есть если сейчас говоришь по украинских имперцев да я так конечно ну и про националистов про украинских имперцев я думаю что у нас есть такие люди имперцы да конечно которые хотят на основе украины создать империю ну я правильно понял почему нет ты таких людей встречал вообще я принципе то что я смотрел ролики я вижу что у людей есть это ностальгия по россии по советскому союзу по этой империи который я ты вживую с таким человеком общался я роликом знаешь в ю тубе таких видел на любой вкус вот чего не забиваешь поиски там можешь найти все что хочешь я имею ввиду вот вживую ты общался с людьми которые хотят хотят как ты рассказываешь ну я живу не общался честно ну или чате вот так вот видео чате живу я не общался на самом деле но я то что смотрел я видел что вот под спутно человек неосознанно выражает такую мысль что вот у него имперские замашки понимаешь именно имперские замашки что ему нужно чтобы ссср был установлен полностью вот так вот такие парни ты ощущаешь родство с этими людьми или ощущаешь какую-то угрозу я считаю что это нормальное состояние на самом деле то есть это на маятник качнулся в противоположную сторону сейчас он пошел в другую сторону сторону империи нет нормальной ситуации это приводит к сближению на самом деле восстановлению скажем того союза который был кончен можно назвать его имперским называть его каким угодно то был союз и общем то я что республики в нем жили лучше чем россия а сейчас наоборот россия живет лучше чем республики больше россия развивается вижу что реально понимаете вот и кто кого кормит уже непонятно а все понятно что из россии идет поток очень серьезный товар что скажем с украины торговля продолжается и все такое что-то ты там смотришь да что ты записываешь мнение просто мы можешь посмотреть на мой канал что это выкладывает он называется просто сергей денисенко а подожди ну когда ты будешь искать на ю тубе тут и найдешь много селька учатся а также еще давай я там в кепочке и в очках темных дымал мне уточнение кто-то дашь тут ведь их денисенко и в обиду будет как собак не резаны согласен с тобой ноги не находит напиши тогда сергей денисенко два украинца может быть тебе там выпадет этот самый ролик тогда сергей денисенко ну как вашего филарета зовут тоже денисенко вижу тебя да да все нашел три просмотра один одну неделю назад но ты прям популярный чувак я есть еще другой канал вот он и популярный а это я начал развивать просто что принципе общение с людьми это всегда интересно мне это интересно я в общем-то занимаюсь таксованием и что разговариваю с людьми принципе всегда какие-то контакты находятся зачем ты это делаешь зачем я это делаю да зачем ты вот ну понимаешь это же осознанная деятельность канал создать отсюда заливать я вижу ты превьюшки делаешь это целое занятие просто так не делают мне интересно понимаешь не просто интерес интересно конечно почему нет такая народная дипломатия человек человеку ну народная каждая дипломатия несет себе какую-то цель люди занимаются дипломатии не просто так они пытаются чего-то достичь своих целей я пытаюсь понять какая твоя цель цель простая показать что россии живут не медведи не только медведи с лисицами и волками есть нормальные люди как адекватные люди что и ты себя относишь к ним на и другой стороны я также отношусь к украине и другим и другим государством живущим в других государствах что там тоже есть нормальные люди адекватные люди и надо вот этот как говорится адекватность распространять и увеличивать но идея хорошая мне нравится правда есть одна проблема ой проблем баса не говорит но есть она главная проблема ой главный проблем масса прям такая проблема проблема проблеме знаешь этот универе был такой еще в первом универе был такой персонаж который говорил потеря потери потерь потерь точно вот у нас не потеря подирана проблема проблем у кого их нету этих потерь потерь проблем проблем всех своих проблем и проблем не я между у нас с тобой уже со мной стали какие-то проблему помогут вообще никаких проблем не она смотри я тебя спросил какая у тебя цель мне сказал внести народную дипломатию показывать людям что типа адекваты есть в россии на что не все так плохо все даже хорошо я даже хорошо а я тебе говорю все отлично но есть одна проблема хорошо давай какая проблема проблема то что украинцы не хотят империи ну хорошее заявление хорошее заявление не хотят не надо заявили не надо но однако вот понимаешь лежит другой уровень вербально них не хотят заявлять не хотят но поступки такие что они хотят эту империю а что тебя дает по крайней мере по отношению крыму по отношению к донбассу это именно так они хотят империю они хотят империю своих границах восстановить не подожди подожди не хотят давай нет арду империю сделать не вешай лапшу на уши да то что вы забрали территории это и мы пытаемся их вернуть обратно это не империя империя это когда закладываются другие суверенные государства а украина всего лишь хочет вернуть оккупирован где оккупировать территории и от не не построение империи ни в какой форме так что тут такая херня не прокатит до оккупировать территории совершенно верно был же шанс что не нужно было до оккупировать надо было договариваться если ты мне хочешь рассказать про то что нужно там с ними договариваться или вот эту всю ватную чепуху может нет даже нет нет пытаться заливать окей там где то что и параллельно как говорится и фиолетово это как говорится проблема проблема твоей зависимость